приветствую вас друзья с вами валерон и сегодня у нас будет немаловажная тема срок службы головки звукоснимателя как продлить жизнь вашему картриджу и как определить когда уже пора менять иголку вашем картридже связи с ее износом тема достаточно банальная говорить мы сегодня будем об абсолютно очевидных вещах тем не менее вопросы мне постоянно задают в личку на эту тему поэтому давайте начнем обо всем по порядку как и виниловые пластинки головки звукоснимателей также имеют ограниченный срок службы и этот параметр зачастую указан технических характеристиках или в паспорте к вашему картриджу но что же делать если этот параметр не указан подбирая звукосниматель для своей системы обращайте внимание на два важных параметра это материал из которого сделана игла и ее заточка ну и прежде чем рассказать обо всем поподробнее давайте на секунду вернемся во времена патефонов иголки для патефонов продавались коробочках примерно по 200 штук как вы понимаете не зря дело в том что срок жизни иголки для патефона примерно несколько минут то есть одна сторона патефоновой пластинки сейчас прогресс ушел вперед и ситуация немножко поменялась возьмем к примеру бюджетные решения бюджетные головки звукоснимателя в которых используются простые заточки такие как сферические они же конические и эллиптические алмаз такой иголки представляет из себя некий наконечник черного цвета напоминающий по виду больше кусочек металла срок службы головок звукоснимателей со сферической заточкой составляет примерно 300 400 часов эллип служит примерно 600 по 700 в то время как в дорогих картриджах заточки сложный много радиусный и концу кантиллера прикреплен цельный прозрачный и более долговечный алмаз и срок службы таких картриджей с много радиусными сложными заточками такими как микролайн микро ридж фридс гайер ванден хул шибата значительно выше скажем от 1000 до 2000 часов но и отсюда возникает логичная закономерность чем дороже у вас картридж тем дольше он будет вам служить вообще если вы покупаете головку звукоснимателей в паспорте прописан срок службы картриджа например тысячу часов это абсолютно не значит что через тысячу часов ваша иголка перестанет работать или отвалится или что-нибудь еще нет на самом деле многие кстати считают что это какой-то маркетинговый ход со стороны производителя но нет это не совсем так дело в том что производитель гарантирует соответствие технических характеристик указанных в паспорте картриджу при эксплуатации в тысячу часов все что будет свыше скажем так при идеальных условиях может немножко отразиться на технических характеристиках могут они немножко не соответствует при заявленном ресурсе в 1000 часов игла может прослужить и 2 и 3 4000 часов но на износ вашего картриджа очень сильно влияют некоторые важные факторы вот к ним и сейчас и переходим первый самый важный фактор который влияет на долговечность иглы это правильная и точная настройка вашего проигрывателя винила тонарма и картриджа безусловно обязательно первым делом вам нужно настроить проигрыватель по уровню если вы этого не сделаете то дальнейшие настройки уже будут из ряда на глазок далее уже необходимо настроить тонарм по высоте азимут свес иглы угол бокового слежения и прижимную силу с антискейтингом все вот эти параметры очень влияют на равномерность стирания вашего алмаза то есть при неправильно настроенном антискейтинге или азимуте грани на ваши иголки будут стираться попросту несимметрично я уже не говорю о том что на звуке это скажется тоже очень и очень негативно второй немаловажный фактор влияющий на долговечность вашей иголки это качество самих пластинок которые вы слушаете пластинки должны быть чистые и без дефектов дело в том что пыли грязь которая находится на дне канавки пластинки также очень успешно шлифует вашу иголку ну и конечно же дефекты от пластинок с дефектами я бы сразу рекомендовал избавляться поскольку те же царапины очень негативно сказываются на сроки жизни вашей иголки дело в том что обратите внимание это один из моих экземпляров одна из первых моих головок звукоснимателя она в принципе тоже свою отслужила но что самое интересное когда я взглядел ее под микроскопом на алмазе я обнаружил что не хватает маленького фрагмента выглядит конечно так себе судя по всему игла попала на какую-то царапину причем сильную царапину и от алмаза откололся такой микро фрагменте конечно безусловно такие вот иголки с повреждениями и затупленные иголки отказываются на сроке жизни и самих пластинок неровные пластинки и пластинки со смещенным центром также я советовал бы избегать поскольку они также негативно сказываются на сроке службы иголки принципе можно провести аналогию с автомобилями если ваш автомобиль ездит по ровной дороге естественно служит он дольше если ваш автомобиль ездит по неровной некачественной поверхности естественно сервис-центры вы будете посещать намного чаще такая же ситуация точно и с головкой звукоснимателя еще один немаловажный фактор это аккуратное обращение с головкой звукоснимателя мне кажется что совсем не зря придумали микролифты поскольку вот этот ручная посадка иглы на пластинку очень часто заканчивалась тем что вылетал либо сам кристалл из кантиливера либо ломался сам кантиливер ну и последний важный фактор которым кстати многие почему-то пренебрегают считая что мытыми должны быть только пластинки это уход за самой иголкой то есть время от времени иголку нужно как минимум протирать вот такими вот щеточками либо я например использую еще жидкость специально для чистки иголки она на спиртовой основе подобной жидкости очень хорошо спасать тех случаях когда у вас на иголке на лип не просто пушок или пыль какая-нибудь а еще вязкая грязь или пластилин какой-нибудь или гуталин на самом деле это не шутки пластинки натертый гуталином периодически встречаются недобросовестных продавцов которые натирают пластинки гуталином чтобы они красиво блестели и скрывали всякие царапины и потертости такое достаточно редко но к сожалению все же встречается так давайте немножко подытожим четыре основных фактора которые сильно влияют на долговечность вашей иголки и так первое точное правильная стройка проигрыватель тонарма и самого картриджа качество самих пластинок которые вы используете бережное обращение с иголкой звукоснимателя ну и конечно чистка самой иголки звукоснимателя но теперь давайте немножко поразмышляем а как же определить когда пора менять иголку когда она уже свое отслужила ну к примеру если у вас заявлен ресурс тысячу часов не будете же ли вы постоянно откладывать пластинки которые вы прослушали на ней чтобы потом в конце концов сложить хронометраж ну конечно нет первое на что стоит обратить внимание безусловно на качество звука со временем высокие частоты могут теряться вы могут возникать искажения себе ленты хрипы и треск там где его раньше не было если у вас есть микроскоп с хорошим увеличением то перед тем как ставить иголку обратите внимание на то как она выглядит и скажем через тысячу часов обратите внимание что изменилось и изменилось ли если же как говорится изменение необратимы но на слух пока еще все нормально то есть смысл хотя бы задуматься о плановой замене иглы и еще один такой простенький способ который для многих может оказаться полезным после того как вы отстроили проигрыватель тонарм и головку звукоснимателя приобретите тестовую пластинку их сейчас кстати много разновидностей стоят они примерно от 30 до 50 долларов я бы посоветовал оцифровать эту пластинку от самого начала до конца тем самым во первых проверив точность отстройки проигрывателя головки и тонарма и ту же самую операцию я советовал бы провести скажем через 40 часов после обкатки иглы и через тысячу часов уже к завершению сроку службы вашей иголки дабы проверить сильно ли что-то поменялось и поменялось ли если у вас например нету тестовой пластинки вы не хотите покупать возьмите какую-нибудь одну пластинку купите новую своего любимого исполнителя пластинку которого хорошо знаете и используйте ее исключительно для этих целей то есть купили иголку настроили оцифровали прошло например 500 часов оцифровали послушали сравнили и ближе к завершению срока службы повторить в третий раз и послушать изменилось ли что-то или нет я думаю что это более доступный вариант чем покупать скажем микроскоп и мне кажется что в эффективности не сильно он и уступает что ж друзья надеюсь я ответил на интересующие вас вопросы ставьте лайки подписывайтесь на канал пишите ваши комментарии надеюсь это видео было для вас полезным счастливо спасибо